Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента с медсестрами в Сочи. Они бросили пациента на улицы. Проголосовать не по месту прописки в Сочи можно будет в шести пунктах. Уже сегодня избирком готовится к приему заявлений. Поддержку одаренных детей и молодежи обсуждают в Сочи. Здесь стартовала всероссийская конференция «Путь к успеху». В Сочи проходит роботофест. Уже определились первые победители фестиваля робототехники. Главы районов и сельских поселений Кубани пройдут курс бизнес-образования. Об этом сегодня заявил Вениамин Кондратьев. Глава региона встретился с представителями Сбербанка и компании Google, чтобы обсудить программу для предпринимателей. Курс бесплатно стартует в Краснодарском крае уже 2 апреля. Основная цель обучения – помочь бизнесменам открыть свое дело или вывести уже существующую компанию на новый уровень. По мнению губернатора края, принять участие в программе полезно будет и руководителям муниципалитетов, их заместителям и главам сельских поселений. В целом, как отметил Вениамин Кондратьев, такие курсы помогут повысить качество малого и среднего бизнеса и увеличить их долю в валовом продукте региона. Малый и средний бизнес – это локомотив экономики нашего региона. Сегодня 800 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе. И, конечно, это не предел. 35% в валовом и региональном продукте мы сегодня имеем от малого и среднего бизнеса, а мы хотели бы 50%. Мы планируем к 2030 году. Благодарны вам, что вы своими образовательными программами все-таки тоже помогаете малому и среднему бизнесу. И благодарны, что выбрали наш регион для того, чтобы прикладное значение показать нашим начинающим и уже существующим предпринимателям. Они должны почувствовать уверенно себя в сегодняшнем дне, не бояться с завтрашнего дня, что по себе очень важно. Поэтому здесь, я думаю, благодаря совместным вот таким усилиям мы сможем этого достигнуть. – Действительно, мы сегодня в Краснодарском крае. Это один из лидеров в стране по развитию малого и среднего бизнеса. Когда вы сказали, что 35% валового регионального продукта у вас создается малым и средним бизнесом, российское правительство об этом только мечтает. К 2030 году ставится задача, что в целом в России 40% ВВП создавал малый и средний бизнес, а вы себе ставите задачу 50%. Мы на благодатной почве. Я думаю, как раз такие программы, как наша программа, которая улучшает предпринимательские навыки и будет давать уверенность в завтрашнем дне. Проект «Бизнес-класс» сегодня реализуется в 30 регионах России. Из 36 тысяч его выпускников почти 20% открыли свое дело в течение 3-4 месяцев. В основе программы – видеоуроки, вебинары, встречи с экспертами. Записаться на курс может любой желающий. Вениамин Кондратьев пообещал разобраться в ситуации с увольнением учительницы в Сочи. В своем аккаунте в Твиттере глава региона написал, что лично примет участие в выяснении обстоятельств. Сообщение было опубликовано в микроблоге с пометкой «Пишу сам». Ознакомился с петицией Елены Носовой. Учительница уволена из сочинской школы номер 4. Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит. Инцидент с учительницей биологии случился в конце прошлого года. Педагог выложила в сеть видео с обшарпанной мебелью и облупившимися стенами в кабинете, где она проводит занятия. После чего учительница была уволена. Формальным поводом для этого послужили жалобы родителей. Росздравнадзор проведет проверку по факту инцидента с медсестрами 4-й горбольницы в Сочи, которые бросили пациента на улице. Видео появилось в сети интернет накануне. Что грозит медсестрам за такое жестокое поведение по отношению к пациенту? Все подробности в нашем сюжете. Кадры с камеры видеонаблюдения. Две медсестры из 4-й горбольницы везут по улице мужчину в инвалидном кресле. Женщины в белых халатах подвозят его к гаражам, оставляют возле боксов и удаляются. Ну а эти кадры сняли уже очевидцы. Мужчина с окровавленной ногой лежит прямо на бетоне. С ним общается сотрудник полиции. Позже появляются и врачи с скорой. Он в больнице лежал, на каталке две медсестры перевели, выкинули и оставили. Мы говорим, что вы делаете, заберите себе его, он нам не нужен. Мужчину грузят в карету скорой помощи и отвозят в ту же 4-ю горбольницу. Мужчиной, судьбой которого со вчерашнего дня обеспокоены тысячи пользователей интернета, оказался 38-летний гость из Северной Осетии Ибрагим Калоев. Изначально в больницу он поступил без сознания, в состоянии наркотического опьянения. Я попросил девочек, они меня вывезли, чтобы вывезли меня на этой каталке покурить. И меня поругал. Харил ни за что. До того, как вывезти буйного пациента на каталке покурить, врачи, медсестры и пациенты четверки терпели его агрессию несколько часов, рассказывает санитарка Мария Комиссарова, одна из тех самых, которая попала на видео. Сильный, очень агрессивный человек. Оскорблял, хамил, мочился, ругался, плевался. Когда мы его везли, он тоже самое пытался отстать, пытался хамить, оскорблять и унижать. Уже просто не было сил терпеть, поэтому уже когда люди что-то спросили, мы, может быть, в тот момент что-то неправильно ответили, но реально хотели за ним вернуться. Пусть бы покурил, успокоился. Жалею, конечно, но как бы я еще хочу повытаиться, мы не собирались его вывозить, чтобы выкинуть на улицу. Как про нас пишут сейчас в ютубе, что мы такие прям плохие и вообще негодяи. За два с половиной года работы мы этих бомжей столько отмыли, накормили, расчесали, одели, обули, что не пересчитать. Но, несмотря на раскаяние, руководство 4-й горбольницы уже отреагировало на поступок своих сотрудников. В настоящий момент проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования медперсонал, который участвовал непосредственно в этом инциденте, уволен. Безусловно, и я, и все медицинское сообщество возмущены поведением санитарки и сестры-хозяйки. Служебное расследование продолжается. Сейчас проверка проводится и в отношении заведующей отделением 4-й горбольницы. Также свою проверку инициировал Росздравнадзор, Следственный комитет и прокуратура Краснодарского края. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. Инновационные разработки молодых ученых Кубани представят на экономическом форуме в Сочи. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на встрече со студентами Кубанского аграрного университета. Сельхоз сегодня один из опорных вузов края. Студенты там не просто получают теоретические знания. В стенах университета они совершают настоящие открытия, которые без преувеличения можно называть прорывом в российской науке. В лабораториях аграрного университета побывали наши краснодарские коллеги. Установка автоматически раздает корма. Она все задается программой. В определенный момент времени она включается и корма поступает. Времена, когда на земле приходилось работать только руками, стремительно уходят в прошлое. Современное сельское хозяйство – это достижение инженерной мысли. Например, автоматическая дойка коров или анализ почвы с помощью дронов. Как все это работает, показывает губернатору Краснодарского края. Венимин Кондратьев сегодня приехал в Кубанский аграрный университет, чтобы поздравить всех с днем студента. Дольше всего глава региона задержался на мехфаке. Инженеры в сельском хозяйстве все равно, что на военном заводе. Профессия стратегическая. Не относитесь сегодня к учебе, как, знаете, может быть в советское время, когда было настолько, вот, наличие диплома позволяло в жизни устроиться. Сегодня нужен профессионализм. Высокий профессионализм, чтобы в жизни найти себе применение и найти достойную зарплату. Сегодня бизнес ищет, но не выпускников с дипломами, а профессионалов, высоких профессионалов. Потому что вы сможете заработать и для бизнеса, и для себя, но только в этом случае. Вот весь интерес двусторонний, а самое главное, вы еще должны быть мыслящими инженерами. Знаете, как можно даже балаху подковать, если это нужно будет. Хотя этому вас в ВУЗе не учили, но эта жизнь вас заставит, и вы должны быть готовы к любым форс-мажорным устоятельствам уже в своей работе. В сложившейся геополитической обстановке сельское хозяйство в России стало одной из важнейших отраслей. Вместе с этим главный аграрный регион страны, Краснодарский край, вышел на передовую в борьбе за продовольственную безопасность. И это приводит не только к импортозамещению, но и к росту интереса к сельхознауке среди молодежи. Надо развивать свое сельское хозяйство, потому что много покупаем за рубежом продукции. Поэтому и Россия, то есть наш президент пытается сейчас уйти от этого и развивает больше свою систему сельского хозяйства. Как это делается на практике, губернатору рассказывают сами студенты кубанского сельхоза. Например, в этих специальных камерах создают искусственный климат, что позволяет за короткое время понять, как в тех или иных условиях поведут себя новые сорта риса или пшеницы, которые ученые вывели здесь же, в ВУЗе. Всегда селекционеры оставались преданными сами себе, своему делу. Поэтому сегодня селекция, которая наша, самая лучшая в России, да я думаю, и в мире. Сорта пшеницы, которые сегодня здесь, учеными кубанского сельхозяйственного ВУЗа, вот здесь эта селекция создавалась. Мы сегодня продолжать, ребята. Самое главное пожелание, конечно, с праздником, с днем студента, вот оставайтесь верными сами себе. Выбранные профессии, своему долгу, ваше, как будущее нашего кубанского хлеба. Но пока ученые трудятся над будущими открытиями, необходимо защитить то, что есть уже сейчас. В университетских лабораториях демонстрируют возможности по оценке качества различной продукции. К тому же студенты здесь получают практический опыт и могут познакомиться с представителями ведущих компаний для последующего трудоустройства. Где мы можем в реальной жизни использовать то, чем вы занимаетесь здесь? Сегодня практически все наши винозаводы, которые в той или иной степени используют завезенный виноматериал, перед тем, как это делать, они приходят к нам. Они изучают полностью у нас. И практически со всеми винозаводами, со всеми виноградовскими хозяйствами мы работаем. Тот, кто прошел сертификацию, подтвердил уровень качества. Да, мы подтвердили. О том, куда должен двигаться агропромышленный комплекс Кубани, говорили уже в неформальной обстановке. Задать вопросы губернатору пришли молодые ученые Кубгау. Студент факультета перерабатывающих технологий Данил Харольцев рассказывает о потенциале тритикали. Это гибрид ржи и пшеницы. Из подобной муки получается хороший хлеб. А в этих небольших стаканчиках жидкий пектин. Его разработали в университете. Раньше полезный полисахарид получали в виде порошка. Все эти проекты имеют огромный потенциал, замечает Вениамин Кондратьев. Однако важно, чтобы научные разработки внедрялись в жизнь. Вы сегодня учитесь. Вы сегодня идете к тому, чтобы завтра стать самостоятельными, востребованными. Очень важно. И вот насколько вы сегодня будете качественно учиться, насколько вы сможете завтра стать востребованными, целиком зависеть будет от вас. Много специалистов, вы сами знаете, которые у наших крупнейших ведущих агрохолдингов, где специалисты приезжают из-за пределов края, из других вузов. Но это не значит, что у нас едут своих, а наши уезжают в Белгород, как я там тоже, почему я про него вспоминаю, второй раз был там, там работают наши выпускники. Просто найти друг друга не могут. Они должны изначально работая, понимать, кто в них заинтересован. А тот, кто в них заинтересован, должен изначально их найти еще на втором курсе. И они будут на правильном пути. И аграрный бизнес у нас будет понимать, что сегодня у них есть перспектива. Поэтому давайте, на самом деле, поможем. Надо здесь придумать площадку, придумать даже, если ее нет, где они могут находить друг друга. В качестве подарка в День студента Вениамин Кондратьев пообещал, что краевые власти помогут продвинуть научные проекты. Уже в феврале их презентуют на российском инвестиционном форуме в Сочи. И это касается не только Кубанского аграрного университета. Главное, чтобы представленные идеи отвечали интересам рынка. Александра Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань24, Краснодар. Образовательный центр «Сириус», Банк России и Ассоциация «Финтех» планируют совместные образовательные и исследовательские программы для талантливой молодежи. Сегодня в Сочи было подписано трехстороннее соглашение. Оно состоялось в рамках Всероссийской конференции «Путь к успеху. Стратегии. Поддержки одаренных детей и молодежи». О задачах форума расскажет Ольга Десятого. В образовательном центре «Сириус» мероприятия расписаны буквально по часам. Сегодня здесь начала работу Всероссийская конференция «Путь к успеху. Стратегии. Поддержки одаренных детей и молодежи». В первый день Большого форума открылась его молодежная секция. Школьники и студенты стали активными участниками конференции, ведь новые идеи подрастающего поколения могут вывести уровень российской науки на новую ступень. Главная задача конференции «Путь к успеху» – собрать здесь, в «Сириусе», на одной площадке стажеров, которые сейчас находятся в «Сириусе», детей, школьников, выпускников «Сириуса», партнеров, которые показывают ребятам и студентам, и школьникам то, чем они занимаются. Для школьников и студентов, в их числе и 200 получателей президентских грантов, лекции сегодня читали лучшие спикеры. Например, Юлия Ковас, профессор генетики и психологии Лондонского университета «Голдсмит». Хочу пообщаться с коллегами как раз из разных дисциплин. Здесь есть и биологи, и математики, и генетики. То есть это будет очень интересно. С ребятами хочу побольше пообщаться. Но вообще мы также здесь планируем ряд встреч, обсуждать перспективы дальнейших исследований, также на базе «Сириуса». Именно здесь конференцию по поддержке одаренных детей вот уже второй год подряд проводят не случайно. Сегодня задача центра выявлять самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять самые лучшие практики работы с талантами. На углубленные образовательные программы ежемесячно на бесплатное обучение зачисляются 600 одаренных в науке и искусстве старшеклассников. По модели «Сириуса» создаются и региональные центры, туда попадают дети помладше. Уже 46 регионов подписали с «Сириусом» соглашение. Общая задача – сопровождение одаренной молодежи, их раннее включение в рынок труда в сфере науки и технологий, культуры и спорта. Создать все возможности для того, чтобы наши одаренные дети как можно раньше включались в решение реальных задач. И большая группа участников конференции – это реальные партнеры, которые на сегодняшний день уже со школьной скамьи отслеживают наших выпускников, приглашая их и на стажировки, и уже у нас есть примеры трудоустройства. Одна из компаний, которая заинтересована в создании программ, стажировок и последующем трудоустройстве выпускников в передовые компании финансового сектора – это «Финтех». Сегодня между Государственной ассоциацией, Банком России и «Сириусом» было подписано трехстороннее соглашение. Оно направлено на совместную работу в области обучения молодежи в сфере финансовых технологий и создания научной лаборатории в Сочи. Ассоциация готова для «Сириусы», для тех детей, которые будут отсюда выходить, стать таким мостиком, мы хотели бы предоставить талантливой молодежи, предоставить в том числе выход в рамках наших технологий. Завтра стартует основная секция Всероссийской конференции. В обсуждении технологий поддержки одаренных детей примут участие в том числе помощник президента Андрей Фурсенко и известный пианист Денис Мацуев. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи выбрали «Учителя года». В финал конкурса попали шесть из двадцати участников. Главная же задача мероприятия отмечают в Управлении по образованию и науке – это поддержка и пропаганда передового педагогического опыта. В главном профессиональном конкурсе года приняли участие 20 учителей из 16 общеобразовательных организаций Сочи. Соревновались педагоги в трех номинациях – учителя-предметники, учителя начальных классов, учитель года Сочи по кубановедению и молодой учитель Сочи. В ходе заочного тура проводилась экспертиза конкурсных материалов, авторских методических разработок, эссе «Я учитель». Очный тур включал методический семинар и урок. По итогам испытаний учителем года Сочи 2018 стала Анастасия Курочкина, учитель английского языка восьмой гимназии. Потому что люблю детей, потому что люблю общаться, и я вообще уверена, что в школе никогда нельзя состариться. Очень важно идти в ногу со временем, любить детей и постоянно не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться, потому что только так мы сможем быть интересны нашим детям, если мы находимся в постоянном творческом поиске. Эта победа для меня будет признанием своего собственного личностного роста, и это будет очень достойным вознаграждением за все труды. Конкурс профессионального педагогического мастерства не просто пропагандирует передовой педагогический опыт, но и повышает профессиональный уровень учителей. Поэтому и проводится он в Сочи ежегодно. Страна готовится к выборам президента. Напомню, новация данной избирательной кампании – это возможность голосовать по месту нахождения. Территориальная избирательная комиссия Сочи готова к приему заявлений избирателей и свои двери откроют 31 января. Пока же специалисты проходят тестирование и проводят испытания программного обеспечения для выдачи заявлений всем желающим. Это территориальная избирательная комиссия «Центральная». Работа здесь уже кипит. Специалисты проходят тренировки специального программного обеспечения «Мобильный избиратель». Успешно сдавшим экзамен вручается сертификат, подтверждающий компетентность членов избирательной комиссии и готовность к приему заявлений избирателей. Это вот так называемые именно заявления, которые избиратель может получить, предполагая, что 18 марта он не будет находиться на своей территории, а будет находиться где-то в другом районе нашей страны, нашего края. Программное обеспечение полностью помогает ему в этом и, соответственно, нашим операторам. Плюс к этому у нас в территориальной избирательной комиссии установлены телефоны для прямой связи со всеми территориальными избирательными комиссиями Российской Федерации для уточнения какой-либо информации, которая может потребоваться. Такой порядок был опробован на выборах депутатов ЗСК в прошлом году и воспользоваться им могли только жители Краснодарского края. На этот же раз исполнить свой гражданский долг может каждый россиянин из любой точки страны. Написать заявление и проголосовать по месту нахождения, а именно в Сочи, можно в шести пунктах. Расположены они в районных администрациях, а также один в Дагомысе и на железнодорожной станции «Роза-Хутор» для удобства туристов. Наша основная была задача по максимуму приблизить пункты избирателей к нашим избирателям, в том числе избирателям, которые находятся на отдыхе в городе Сочи. Сочинцы точно также могут побеспокоиться, либо здесь подать такое заявление, либо, находясь в конкретном городе, также обратиться в те же территориальные избирательные комиссии, воспользоваться услугами многофункционального центра, либо портала госуслуги. Для голосования по месту фактического нахождения заявление можно подать с 31 января по 12 марта. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Чересчур торопился и задержался надолго. Сегодня в два часа дня на эстакаде в Хостинском районе произошло ДТП. По предварительным данным, 36-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Ниссан, двигался с большой скоростью. Подъезжая к тоннелю, он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Металлический элемент отлетел на встречную полосу, по которой в этот момент на Митсубиси ехала местная жительница. Ее автомобиль также получил повреждения. К счастью, жертв нет. Водитель Ниссана был пристегнут ремнем безопасности. Сучинские студенты попробовали себя в роли полицейских экспертов и даже помогли задержать преступника. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские пригласили учащихся на стажировку в экспертно-криминалистический отдел. Будущие юристы смогли на целый день окунуться в профессию криминалиста под руководством офицеров. Они провели ряд экспертиз и даже попытались выйти на след преступников при выезде на место происшествия. Экскурсия у студентов началась прямо после занятий. После инструктажа их пригласили в криминалистическую лабораторию. Будущие специалисты смогли изучить способы дактилоскопических процедур, проверили на подлинность купюры. После этого отправились на место происшествия. В центральном районе преступник открыл дверь при помощи отмычки, похитил бытовую технику и деньги. Студенческий десант помог с обследованием квартиры. Благодаря отпечаткам пальцев на двери и мебели удалось установить, что они принадлежат ранее неоднократно судимому за аналогичные преступления сочинцу. В этот же день он был задержан. Самое интересное, что когда мы наглядно посмотрели на работу экспертов, мы убедились в том, что вопросов, на которые они не могут найти ответов, пожалуй, просто ничтожное количество. Несмотря на зимнее время, уже сейчас можно позаботиться о том, как оздоровиться ребенку летом. В Управлении соцзащиты Центрального района Сочи принимают заявки на получение путевки в летний лагерь или санаторий. Обычно места в лагерях и санаториях предоставляют города Краснодарского края. Анапа, Ейск, Геленджик. По путевкам Управления соцзащиты отдыхают дети-инвалиды. В прошлом году этим правом воспользовались 18 человек. Также дети из малоимущих и многодетных семей порядка 104 ребят побывали минувшим летом в лагерях и санаториях. Уже сейчас родители могут обращаться в кабинет материнства и детства и подавать заявку. Для того, чтобы оздоровить детей в летних оздоровительных лагерях, необходимо подать документы, удостоверяющие личность. Документы, подтверждающие родство, также документы, подтверждающие проживание на территории Краснодарского края. Ну и справочку для лагеря. В лагеря у нас оздоровительные едут дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно. А в санаторные организации Краснодарского края едут детки от 7 до 17 лет включительно. В Сочи проходит фестиваль роботофест Сочи. Уже определились первые его победители. Традиционно фестиваль робофест Сочи проводится на базе станции юных техников в Центральном районе и собирает юных любителей робототехники не только нашего города, но и Калмыки, Абхазии, Ростовской области, Астраханской, Краснодарского края. Всего 84 команды, около 300 участников. Есть разные задания на поле, где ребята собирают робота, программируют его, и робот должен выполнить определенные задания на этом поле за ограниченное количество времени. Тем самым он зарабатывает баллы, таким образом определяются места. Самая многочисленная команда Сочинская – 96 человек. А вообще в городе робототехника увлекается более 2000 ребят. Возраст участников фестиваля от 6 до 18 лет. В лаборатории станции юных техников они проведут три соревновательных дня. А уже по итогам первого определился лидер в направлении «Хэллоу робот» в категории «Перевозчик». Это подростки из Анапы Семен Кремулин и Григорий Жирлицын. Переработаем сам захват. Возможно, сделаем его побольше, чтобы уже захватывать не один, а два куба. Будем работать дальше над самой программой, чтобы сделаем его робот еще умнее. У ребят есть возможность успешно писать олимпиады по физике, а в случае выхода в призеры получить дополнительные 100 баллов к ЕГЭ. Победитель же всероссийского этапа «Робофест» вообще становится без вступительных экзаменов студентами МГУ. Но чтобы добраться до этой ступени, надо преодолеть сначала региональные. Стараются и самые юные. У него есть датчики линий и эффект памяти. Куда его на белую отвел, он запоминает и крутит колесо, в какую сторону он ушел. Это интересно. Благодаря этому ты узнаешь много нового. И благодаря этому в будущем ты сам сможешь изобретать полезные вещи. В этом году на фестивале за основу взята тема воды. Ребята постарше будут работать над уменьшением уровня загрязнения водоемов. Дети по своим проектам сконструируют роботов, которые помогут сохранить водные ресурсы планеты. Таких роботов можно будет увидеть в третий день соревнования. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.